Воскресенье Христово приющее, Победитель Святого Господа. Главный праздник Православной Церкви – Светлое Христово Воскресенье или Пасха. Воскресенье – выходной день, который каждый христианин посвящает Богу и Его делам, в первую очередь в молитве в храме. В этот день христианин откладывает все дела, чтобы прийти в Дом Божий, Церковь. Пасха – главное событие всего церковного года, именно поэтому мы вспоминаем его каждые семь дней, что отразилось в нашем языке. Последний день недели так и называется – Воскресенье. Воскресенье Христово занимает центральное место, о нем повествуют все четыре евангелиста – Лука, Матфей, Марк и Иоанн. А в Деяниях апостолов рассказывается о том, как христиане собирались в первый день после субботы для благодарения и преломления хлеба, то есть совершения заповеданного спасителем Таинства Евхаристии, причастия. Богослужение праздника всех праздников – самое торжественное, необычное и радостное, трепетное. Совершается крестный ход, большинство молитв поются. Евангелие читают на разных языках. Царские врата открыты, ярко освященные храмы переполнены верующими. Начинается служба вечером в субботу. Сначала читают Деяния апостолов. Около половины 12-го служат первую часть пасхального богослужения – пасхальную полуношницу. Церковный хор поет канон Великой Субботы. Служащие и священники еще в белом облачении выходят из алтаря. Диаконы кодят, а плащаницу из центра храма уносят в алтарь, где кладут на престол. Слава тебе, Боже наш! Слава тебе! Слава тебе! Да радуется тварь, да веселятся все народные. Врагу пленися, ад, с миры жены досветают. А там обослевают, избавляя всерудно. И в третий день воскресно. Слава тебе, Святому Духу, и ныне пресно, и во веки веков. Аминь. Аминь. Обычно ровно в полночь верующие зажигают свечи, лампадки или фонарики. Священнослужители трижды поют стихи «Рово воскресенье Твое Христе Спаси». Так начинается пасхальное утреннее и крестный ход. Из храма выносят крест, евангелие, хоругви, иконы. Вслед за священством хоры прихожане обходят храм и останавливаются перед закрытым входом в него, западными вратами, которые символизируют запертый гроб Господень. После небольшой паузы священник, возглавляющий пасхальное богослужение, трижды обращается ко всем с радостной вестью «Христос воскресе!». Верующие отвечают «Воистину воскресе!». Христос воскресе из медлых, смертью в смерть поправ, И сущего гробе живота рома. В освященном соборе, в момент самой радостной части богослужения, хор начинает петь пасхальный канон Иоанна Дамаскина. На каждой его песне совершается кождение, священнослужители меняют облачение и друг за другом радостно приветствуют молящихся словами «Христос воскресе!». Эти действия напоминают о частых явлениях Христа своим ученикам после воскресения. Каждый священнослужитель, выходя из алтаря, кадит, и храм наполняется ароматом ладана. После того, как священнослужители и молящиеся в храмах поздравили друг друга, сомвона звучит торжественное огласительное слово от святителя Иоанна Златоуста, которое раскрывает смысл праздника. Кто благочестив и боголюбив, тот пусть насладится этим прекрасным и светлым торжеством. Кто раб благоразумный, тот пусть, радуясь, войдет в радость Господа своего. Кто потрудился постясь, тот пусть возьмет ныне динарий. Кто работает с первого часа, тот пусть получит сегодня должную плату. Кто пришел после третьего часа, пусть с благодарностью празднует. Кто успел прийти после шестого часа, пусть нисколько не беспокоит, ибо ничего не лишится. Кто медлил до девятого часа, пусть приступит, нисколько не сомневаясь, ничего не боясь. Кто успел прийти только в одиннадцатый час, пусть и тот не страшится за свое промедление, ибо щедрый владыка принимает и последнего, как первого. Успокаивает пришедшего в одиннадцатый час так же, как и работавшего с первого часа. И последнего милует, и о первом печется, и тому дает, и этому дарует, и дела принимает, и намерения приветствует, и деятельности отдает честь, и расположение хвалит. Итак, все, войдите в радость Господа своего, Господа нашего. И первые, и вторые получите награду. Богатые и бедные, ликуйте друг с другом. Воздержанные и нерадивые, почтите этот день. Постившиеся и не постившиеся, веселитесь ныне. Трапеза обильна, напишитесь все. Терец велик, никто пусть не уходит голодным. Все наслаждаются спиршеством веры. Все пользуйтесь богатством благости. Никто пусть не жалуется на бедность, ибо открылось общее царство. Никто пусть не плачет о грехах, ибо из гроба высияло прощение. Никто пусть не боится смерти, ибо освободилась смерть Спасителя. Он истребил ее, быв объят ею. Он опустошил ад, сошедшего ад. Огорчил того, кто коснулся плоти его. Об этом Иисайя, предузнав, воскликнул. Ад, говорит он, огорчися сред тя доли. Он огорчился, ибо стал праздным. Огорчился, ибо посрамлен. Огорчился, ибо умершлен. Огорчился, ибо не зложен. Огорчился, ибо связан. Он взял тело и нашел в нем Бога. Взял землю и увидел в ней небо. Взял то, что видел, и подвергся тому, чего не видел. Где эти смерти жало, где эти аде победа. Воскрес Христос, и ты не зложился. Воскрес Христос, и палить бесы. Воскрес Христос, и радуются ангелы. Воскрес Христос, и водворяется жизнь. Далее радостное песнопение в честь Спасителя исполняет хор, а иногда и все, кто находится в храме. После начинается божественная литургия. Только в пасхальную ночь существует традиция несколько раз читать фрагмент Евангелия от Иоанна. В начале было слово. Можно видеть все, что происходит в алтаре, поскольку литургия служится при распахнутых царских вратах. Распахнутые врата – символ открытого пути в Царство Небесное. Также в конце литургии освящают Артас, который будет находиться перед алтарем всю светлую седмицу. В пасхальные дни все знают, что на приветствие «Христос воскресе» нужно ответить «воистину воскресе». Ведь именно так приветствуют друг друга христиане в течение всех 40 дней празднования Пасхи. Традиция называется «христосованием», основанная на событиях, описанных в Евангелии, когда жены мироносица пришли к апостолам с известием о воскресении Христа. Светлую седмицу неделю после Пасхи называют иногда «звонильной». Ее очень любят дети, потому что даже им в сопровождении взрослых разрешают подняться на колокольню, чтобы самим позвонить в колокола. Церковь празднует Пасху до Вознесения, которое в этом году приходится на 13 июня. Все это время на богослужениях звучит торжественный пасхальный канон. С воскресения Христова начинается особое время церковного года, когда земные поклоны отменяются, а вместо темных облачений на священнослужителях яркие, праздничные и чаще всего красные одеяния. Пасха – это праздник победы на смертью. Христиане же говорят «Наша Пасха – Христос». Почему? Ведь незадолго до того, как Христа схватили, накануне его страданий, которые мы вспоминаем на Страстной неделе и казни на Голгофе, он собрал в Иерусалиме своих учеников и совершил с ними Пасху законную по всем законам того времени. Но в этот день прозвучали важные и новые для будущих христиан слова. «Примите, едите сие есть тело мое, за вас ломимое. Примите и пейте сие чаши есть новый завет в моей крови. За вас и за многих изливаемое выставление грехов. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Так Ветхий Завет между Богом и людьми остался в прошлом. Не потому, что Иисус отменил его, нет, не отменил, но исполнил. Бог заключил с людьми новый договор, согласно которому люди принимали окрестную жертву Спасителя. «Праздник Пасхи – это праздник победы добра над злом, победы Христа над дьяволом. Мы в течение всей Страстной Седмицы сопереживали Христу, Его страданиям, как со стороны иудеев Он был предан. Его оставили ученики. Он на кресте пролил свою кровь, взяв грехи всего человечества на себя. И вот эта несправедливость, она сегодня как бы посрамлена, потому что Христос воскрес. Он воскрес в третий день, и первые, кто получили это свидетельство, это были те женщины-мироносицы, это были мужчины-апостолы, которые были рядом со Христом, а вместе с ними получаем эту радость и благовестие, и мы с вами. Поэтому, конечно, мы радуемся, прославляем воскресшего Христа и прославляем победу добра над злом. Господь в эту ночь, в субботу, мы вспоминаем, спустился в ад. Он вывел из ада всех праведников, открыл двери рая. Теперь у каждого есть эта возможность наследовать жизнь вечную, попасть в рай, но только быть на стороне победителя, царя славы Христа воскресшего. Христиане радуются освобождению из духовного Египта, царства смерти и греха, и о переходе в другую жизнь. Иисус Христос отворил двери ада, избавил человечества от вечных мук за наши грехи. Вкушая тело и кровь Спасителя, мы приобщаемся к Его скорбям и страданиям. Это был переход к бессмертной жизни, к победе над адом, которую даровал нам Иисус Христос. Ученики и верные Ему женщины похоронили тело Господа в пещере, но Он воскрес, отодвинув тяжелый камень гробницы, вышел из нее. Пасха – это главная составляющая христианской веры, надежды на жизнь вечную, победой на смертью. Дорогие друзья, братья и сестры, от всей души я хочу пожелать каждому из вас победы, добра над злом, чтобы в нашей жизни мы были на стороне Христа, на стороне истинной правды, и чтобы личная Пасха, она случилась в нашей жизни, чтобы мы действительно почувствовали радость, благодать этого праздника и обязательно с этим праздником поделились с родными и близкими. Счастья, здоровья, благополучия всем вам! В этот великий праздник, Пасха, я желаю всем огромного здоровья, любви, благополучия, всего-всего самого наилучшего! Для верующих пасхальные дни занимают важное место в душе. И, конечно же, они самые трепетные. Для Амины Афгановой это вторая Пасха, которую она встречает в соборе. Амина отмечает, что Пасху она ждет и любит даже больше Нового года и собственного дня рождения. Именно этот праздник – это мой самый любимый праздник. Я этот праздник люблю больше, чем свой день рождения или Новый год. И, я думаю, каждый христианин или христианка также относится к этому празднику. И, конечно, в этом году я также с трепетом ждала этот праздник. И, наверное, так же, как и мой первый раз, это все так волнительно. И, действительно, это ощущается, как первый раз. Все мои братья и сестры. И я люблю всех людей, потому что все люди для меня ближние. И всем людям я желаю счастья, здоровья, крепкой любви, Божьей благодати, чтобы больше люди уповали на Господа Бога и верили в Него. Потому что без Христа Спасителя мы никто и ничто. Также желаю всем мира и добра. Христос воскресе! Воистину воскресе! Эти слова выражают самое важное и сокровенное. Ведь если Иисус не воскрес, то наша вера тщетна. Хочется, чтобы в эти светлые пасхальные дни, как много больше верующих, имели возможность услышать эти главные слова. Христос воскресе! И иметь возможность ответить воистину воскресе! С вами была Елизавета Мартыненко. Божьей помощи во всех благих деяниях. И до новых встреч в выпусках программы Архийский лик. Субтитры создавал DimaTorzok